Тренды-бренды. Простые истории о непростых бизнесменах. Настоящий прорыв у семейной фирмы случился в 1845 году. Ремингтон выпустил первый ствол винтовки из сплошной стали и практически сразу получил правительственный заказ. Дела в компании шли неплохо, но к концу века поток заказов из-за границы резко уменьшился. Заводу пришлось перейти на производство трехколесных велосипедов, пишущих машинок и даже сигнализаций. Но об оружии Ремингтон не забывали. Сыновья основателя компании представили уникальную разработку – оружие-трость. Замаскированный ствол встретили на ура. Его и револьверы Ремингтон заинтересовали Британию, и благодаря этому контракту компания начала поправлять свое финансовое положение. Другой контракт с Российской империей на заводе Ремингтон забудут еще не скоро. Царскому правительству потребовался миллион винтовок, стреляющих русскими патронами. Специалисты компании начали работу, и тут начался настоящий ад. Шаблоны и лекала сильно отличались друг от друга. Сборщики сходили с ума. Буквально каждую винтовку приходилось доводить до кондиции вручную. Вместо запланированных двух тысяч стволов в день завод производил 125. Кроме технических проблем были и другие. На предприятии толпами околачивались правительственные инспекторы, следившие, чтобы все было сделано как надо. Они мешали не только друг другу, но и рабочим. Одному из них, самому придирчивому, в итоге отомстили. Некий казачий капитан любил, что есть силы бить прикладом об стол, чтобы проверить, есть ли опасность случайного выстрела. Выстрела он так и не добился, но зато прикладов уничтожил массу. В итоге рабочие взяли готовый Ремингтон и подпилили спусковой рычаг. Пуля просвистела у виска казака, пробила трубу и, хлынувшая из него вода, слегка подмочила репутацию инспектора. Несмотря на такие сложности, Ремингтон справились с заказом. В 80-х владельцем компании стала корпорация Дюпон. Под ее руководством Ремингтон выпустили свои бестселлеры, такие, как, например, винтовка 700-й модели. В 93-м Дюпон продала фирму частной инвестгруппе. Поклонники Ремингтона опасались ухудшения качества оружия, но, к счастью, эти опасения оказались напрасными. Историю для вас рассказывала Дарья Тепузлиева. До новых брендов! Тренды-бренды. Непридуманные истории о вещах, на которые вы тратите свою зарплату.